Решили с Гражданским гостем И детей проверить, поговорить Обстановку Вот в каждом из этих вкус что-то сладкое Где-то джем, где-то мёд есть Держи И где-то с махетами вадимы нашли соком Чтоб взрослые пусть разольются Хорошо, хорошо, хорошо Привет! Плесно со слез Смотрите, там где-то разделите Сейчас смотри, там, я думаю, поделятся Ребят А там поделитесь Как у вас вообще? А на улице выходите, вы не выходите? У вас на первое время выходить Да, здесь область Сегодня 24 часов Пасху Сегодня засыпают Утром будет ужасное В 7 часов А чего вы? Украину спасают Ну да, от бандеров спасают Они, получается, разбомбили Спасили Людей Здесь город разбомбили Наш город, получается, разбомбили Такой красивый город Людей сколько поедет И за них А они нас спасают Я вот хотел, да, спросите Цель военной спецоперации, как они называют Это освобождение мирных 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 Рожат в Донбассов Скажите, от чего у вас последовало От нашей жизни От твоего дома От моих всех Благ От моей работы Моей работы нет Мою больницу уничтожили Мою школу уничтожили Мой дом уничтожили С первых дней В альбе 16 школы Я работала в больнице И видела мирных жителей Не военных ко мне привезли в отделение А ко мне привезли Сосудистую хирургию мирных жителей, у которых не было конечностей, у которых были повреждения, у которых сразу мои мирные врачи стали оперировать. Люди молодали, я в этом уверена. Тут осталось на считанные все дни. Чем как ведь детей, в ней не будем ручиться. Что мы тут будем делать? Без воды, без еды. Что мы тут будем делать? Как долго мы тут будем вообще находиться? Они не спят дети, дети дрожат все от Российской Федерации. Драмтеатр? Драмтеатр это катастрофа. Как это струфа? А только драмтеатр это струфа. А там где после союза, что в этом, как оно называется, спортивный этот комплекс. Илличаются? Нет. Перс-плюз. Да, эвакуировали, сколько людей из Сартаны. Сколько людей из города туда попроезжало? Сколько людей с левого берега? И что? Оно целое? Оно целое? В Туне 300 человек укрывалось. Ну и что? У ни одного военного человека не было. Все были мирные. Это я вам... Они спасают от чего? От мирной жизни нас спасают. От чего? На нашей земле они нас спасают. Ни на их, ни где-то. Они не пришли, ни работы, ни ничего. А что они сделали с работой? Да? Да, на то ни что. Не работай, Наташа, даже не работай. Так о чем мы здесь? Люди шли сработать. Люди не смогли сработать уйти. Люди своих детей забрали. Да, сработать. Здесь хотя бы живы. Благодаря этому детей живы. Мы через неделю, что мы будем есть или пить, но что мы сейчас живы. А я не знаю, что мои родственники там. Да, как там моя мама. Может, такие мосписи уничтожили. Мы вообще не выходим на... Даже я не знаю, что там за погода. Там все птички. Все такое ощущение, что 28 февраля до сих пор. Я не могу понять, что весь мир сидит и смотрит на то, что здесь морюпы. Убивают просто. Убивают. Весь зимой шар слышал, что с нами происходит. Что делает Российская Федерация с нашими детьми, с нашими семьями, с нашими мужьями, детьми. Насильно возят их в Российскую Федерацию. Это нормально вообще? Димша, решать, где нам жить? Это моя страна. Я хочу жить в демократии, а не в тирана. Я хочу просто к себе домой. Просто к себе домой. На грязных бушлатах. Плесень, везде сырость. Потеки мокрые. Так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит годичный ребенок. Годичный. Яночка такая, памперсов нет. Мы съем ребенок вот такой вот. И так вот ребенок мучился, все красное, все треет. Моя солнышко распытили. Тут вы слушаете вещи, да? Поднеси дни, ну все, ладно. Ну ладно, отнесу. А ну, мокрое, носи ты все. Угу. Не вытас отнесу за вечер. А на улице не влечит. Ты бушу сохранешь. Отсюда выстреляют, пускай себе. Вот сейчас, конечно, хочется просто безопасно выйти. Статься живыми. Статься живыми. Потому что сейчас, когда Морюпор захвачен. И весь развален. Российскими оккупантами, можно сказать. То у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим. Но дети полтора месяца уже не видели солнечного приеда. Два месяца. Два месяца мы не выходим, и дети не выходят, и кто не выходит. У нас воды осталось, но максимум на неделю. Еды тоже. Если бы не украинские военные приедут, мы бы уже вообще не знали, что ели бы и что пить. Кое-что, конечно, привозят. Мальтишки военные, которые с нами здесь. У нас назревает один вопрос. Где помощь? Где помощь мира? Где помощь украинская? Где вообще какая-то помощь? Мы застряли здесь действительно, и насколько нам здесь сидеть неизвестно. Город разбит. Разбит. Ну вообще, все. Города нет. Нам некуда не возвращаться. Нам даже... Нас время бомбят. Здесь бомбят вообще. Азовстань начали. Такие новости, что здесь вообще мирных жителей нет. У нас здесь очень много мирных жителей. Очень много детей, младенцев, женщин. Мы хотим просто безопасности. Безопасно выйти отсюда и веселиться очень опасно. Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам. Остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Они играют. Знаете, в какие игры они играют, дети? Дети все просят помочь. Остановить эту агрессию. Остановите. Я прошу президента Соединенных Штатов Америки. Я прошу Англию, Францию. Я прошу Канаду, Японию. Я прошу Израиль. Я прошу Турцию. Я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста. Освободите нас. Спасите нас от этого. Сколько можно издеваться над нашими детьми, над стариками, инвалидами. Помогите. Помогите в конце-то концов остановить эту войну. Остановите, пожалуйста. Я уже не могу больше.